С 20 февраля в России полностью временно приостанавливается въезд граждан Китая в частных учебных и туристических целях, а также в целях трудовой деятельности. Пассажиров, следующих транзитом через российские аэропорты, запрет не затронет. Подобные меры уже ввели более 60 стран мира. Как отмечают в Ассоциации туроператоров России, в случае негативного сценария, то есть если запрет не будет снят до лета, потери турбизнеса составят до 30 миллиардов рублей и больше. Люди немножко хотят, чтобы ситуация немножко, во-первых, и прояснилась, чтобы какая-то была более подробная информация, и чтобы, наверное, ситуация уже разрешилась в положительную сторону, чтобы все это закончилось, и тогда, я думаю, все опять-таки продаж становится к прошлогодним показателям. Временная остановка продаж туров в Китай заставила далеко не всех отказаться от запланированного отпуска. Многие перебронировали свои заявки на другие направления. Однако от азиатских туров некоторые все-таки отказались. Конечно, спрос в первую очередь повлиял на ближайшие страны, которые ограничены с Китаем, да, то есть это Вьетнам, это Таиланд. В основном, конечно, туда спрос упал, особенно на вот сейчас, на данные даты, на ближайшие, так и называется. Поэтому, так вот я смотрю, мониторю информацию, то есть очень много появляется хороших замачивших спецприложений в этих странах, то есть Таиланд, Вьетнам. После запрета на Китай, туроператоры начали переориентировать свои направления на Объединенные Арабские Эмираты, Кубу, Мексику и Доминикану. Впрочем, можно забронировать тур и по России. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».